Опасный, увлекательный и зрелищный спидвей. В Вятских Полянах прошел финал командного Кубка России по мотогонкам на льду. На стадионе спорткомплекса «Электрон» собрались шесть команд из разных регионов страны. Кто оказался вне конкуренции на ледовом треке, расскажет Зоя Попцова. Войти втроем в поворот одновременно, сражаться с соперниками, при этом завалив мотоцикл почти горизонтально на поверхности льда, провалить старт, а потом прорваться вперед, вырвать победу прямо перед финишем. И это далеко не все зрелищные моменты ледового спидвея. Вместо асфальта лед, вместо теплой погоды зимняя прохлада, вместо огромных автодромов – короткие овалы стадиона «Электрон». Здесь за два дня прошло много очень насыщенных заездов. За минуту с небольшим, примерно столько длится один заезд, лихие мотоциклисты вели борьбу практически везде. И на прямых дистанциях, и на виражах. Сохранить контроль над мотоциклом в этот раз пытались юноши. Всем гонщикам не больше 21 года. Они приехали из Тольятти, Курганской, Свердловской областей, Уфы и Удмуртии. В итоге набралось 6 команд. Как отметил глава города Валерий Машкин, юношеские соревнования особо впечатляют. Сегодня у нас будут проводить соревнованиями, не поворачивается язык назвать их юношами, потому что это настоящие мужчины, мужчины до 21 года. И, как правило, показывают предыдущие годы намного интереснее, намного ярче проходят именно юношеские соревнования. Мало было настроиться на нужную волну. Важно было настроить и свой мотоцикл. Особый двигатель, низкая рама, маленький топливный бак и шипованные колеса. При этом длина шипов почти 3 сантиметра. И расплата за падение могла быть очень велика. Но, к счастью, в этих соревнованиях все прошло гладко. В итоге победителями стали гонщики из Свердловской области. Серебро и бронза достались командам из Уфы и Тольятти, соответственно. Зоя Попцова, Денис Мартынов, Юрий Щелокаев. Бюро новостей.